Прошло семь лет после славных апрельских боёв. Одну из ярких исторических побед азербайджанской армии. 2 апреля 2016 года в ответ на провокации вооружённых сил Армении, азербайджанская армия быстрой контрнаступательной операцией нанесла врагу тяжёлое поражение и освободила более 2000 гектаров оккупированных территорий Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов. О том, какую роль опыт четырёхдневных апрельских боёв сыграл в победе в 44-дневной Отечественной войне, по КУТВ рассказал военный эксперт Шаир Рамалданов. Апрельские события значимы тем, что мы имели опыт открытого противостояния противника, который был учтён в нашем 44-дневном победоносном контрнаступлении. Кроме этого, мы знаем, что на третий день Азербайджан был вынужден вернуться к условиям прекращения огня и в соответствии с этим были выявлены цели на дипломатическом поле, потому что апрельские события показали риски, которые возможны, если Азербайджан начнёт широкомасштабную контрнаступательную операцию по освобождению своих территорий. В результате апрельских событий верховный главнокомандующий вооружёнными силами Азербайджана, президент Азербайджана господин Ильгам Алиев дал высокую оценку вооружённым силам, сказав, что армия Азербайджана способна за короткое время разгромить оккупационные силы противника и восстановить территориальную целостность. Я думаю, что оценка урока и боевых действий верховный главнокомандующий сам дал, и эта оценка была подтверждена армией Азербайджана во время 44-дневных боёв. За короткое время 30-летняя оборона противника была прорвана, оккупационные силы были разгромлены, и территория Азербайджана была восстановлена. Апрельские события, это можно в принципе считать как бы началом или репетиции перед контрнаступательной операции, которую мы начали в начале 44-дневных боёв, которые увенчались победой азербайджанской армии и капитуляцией Армении.